Радиоэлектроника как искусство, а обычные садовые беседки они делают с ювелирной точностью. В Дагестане прошел региональный чемпионат WorldSkills, который собрал сотни молодых профессионалов со всей республики. Победители конкурса будут представлять республику на всероссийском уровне. С настоящими мастерами дела познакомилась и наш корреспондент Патимат Ханапова. Ему еще нет 18-ти, но в электромонтаже он смыслит больше, чем любой взрослый. Михаил ученик колледжа строительства и дизайна, но увлекаться этим начал еще будучи совсем мелким. Признается, что еще тогда понял, что это его. Занимаюсь я с рождения, то есть уже как только начал ходить, что-то в руки уже начал соображать, уже понял, я электрик. Ну и решил поступить, попробовать себя, вот, не ошибся. Это моя работа, это щит распределения, это вход. То есть здесь будет вход, он так будет вытянется, то есть податься питанию. Питание здесь распределится от трехвазного щитка, потом на освещение, на розетки, на выключатели. И тем самым вся цепь запитается. То есть, ну абсолютно ничего сложного. Бороться за звание лучшей среди медицинских работников этим ребятам придется упорно. Здесь большие требования найти подход к пациенту, поставить верный диагноз и поддерживать чистоту в палате. Все как в настоящей больнице. Уступать в этой компетенции никто не желает. Профессия ответственная, поэтому без права на ошибку. Общество с участниками конкурса во время выполнения заданий категорически запрещено. Они не должны отвлекаться, так как любая малая погрешность может стоить победы. Так, например, здесь ювелиры изготавливают серебряные изделия. Допустимая погрешность в этом роде деятельности составляет 10%. Точность расчетов, шлифовка и полировка. Работа с серебром требует усидчивости и аккуратности в действиях. Чего не отнять и у этих молодых ювелиров. Сюда, в Каспинск, съехались представители самых разных рабочих профессий. От парикмахеров до автомехаников, от поваров до сварщиков. Здесь представлено около 30 компетенций. В Каспинск на чемпионат приехали мастера не только со всей республики. Эльдар прибыл из Казани и является трехкратным призером в Татарстане в номинации «Сухое строительство». Здесь он в качестве гостя ощутить вновь дух чемпионата. Так объясняет свой приезд юный мастер. Я у себя занимал, в этом году я первое место, а до этого третье. Это было как бы для меня, я тут участвую не в конкурсе, я просто для тренировок, для опыта опять-таки. Рабочие профессии набирают популярность и такие специалисты ценятся на весь золото. Ведь во всем мире насыщенными офисными клерками остро не хватает тех, кто умеет работать руками. Патимат Канапова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск, Новости 24.